Всем привет! Сегодня рассмотрим очередное правило от Скотта Мэйерса из его книги старенькой, но тем не менее много советов там полезны и актуальны. Книга «Наиболее эффективное использование» С++, 2000 год, 35 рекомендаций. И там правило номер 4. Избегайте неоправданного использования конструкторов по умолчанию. Итак, конструктор по умолчанию – это конструктор, который можно вызвать без аргументов. Конструкторы инициализируют объекты, а конструкторы по умолчанию инициализируют объекты, не используя никакую информацию из контекста, в котором создается объект. Иногда это очень разумно. Например, объекты, представляющие собой числа с известным основанием, можно инициализировать нулем или специальным значением «неопределено». Ну давайте пофантазируем. К примеру, какое-то число s double. И у нас будет int v1. Ну, надо было комплексное число. Ну, у комплексного там 2. Так, не понял, куда я переключился. У комплексного там числа 2 представление. Ну, к примеру, double, да? Конструктор по умолчанию. Если мы… Ну, по умолчанию… Давайте вот такое вот сделаем. То есть, это конструктор, который вызывается без аргументов. То есть, конструктор по умолчанию. И в котором мы, если использовать список инициализации, можем указать какие-то значения. Ну, v1, v2, к примеру, это целая часть, а это дробная часть. Ну, например, мы захотим создать какой-то свой собственный тип. Так вот, в этом случае вот конструктор по умолчанию, который инициализирует наш объект какими-то значениями. Итак, что же тут Scott Myers говорит обо всем этом? Так вот, там структуры данных, связанные там списки, хэш-таблицы и все такое допускается создавать как пустые контейнеры. Но не все объекты обладают этим свойством. Для многих из них существует… Не существует разумных способов инициализации без информации извне. Например, объект, соответствующий записи в адресной книге, не имеет смысла, если отсутствует наименование записи. В некоторых компаниях каждая единица оборудования получает корпоративный идентификационный номер. Поэтому создание объекта, соответствующего единице оборудования, без указания номера, также бессмысленно. Итак, в идеале классы, объекты которых для своего создания не требуют дополнительной информации, должны были бы иметь конструкторы по умолчанию. А классы, объекты которых не могут быть созданы без дополнительной информации, нет. Но, к сожалению, до идеала нашему миру еще далеко. Поэтому мы вынуждены руководствоваться дополнительными соображениями. В частности, если у класса отсутствует конструктор по умолчанию, то на его использование накладываются определенные ограничения. Итак, рассмотрим класс, описывающий единицу оборудования компании, в реализации которого корпоративный идентификационный номер является обязательным аргументом конструктора. Итак, вот он, да, такой класс. У класса Equipment Peace нет конструктора по умолчанию. Поэтому его использование в некоторых случаях вызывает сложности. Ну и первый случай, это создание массивов. Array какой-то. 10. Итак, что мы получим? Мы получим ошибку. Ну да, ошибку. Вот в таком случае. Получим ошибку, потому что нет конструктора по умолчанию. Вообще говоря, не существует способов передать аргументы конструктору элементов массива. Поэтому стандартным образом создать массив элементов невозможно. Есть три варианта, как преодолеть это ограничение. Ну, в новом стандарте, то есть, эта книга еще написана, когда не было списка инициализации, то там, в принципе, можно как-то это все сделать через список инициализации. Хотя, нет, нельзя. Это я шучу. Это если у нас тут внутри будет массив. Ладно, не об этом. Короче, есть три варианта, как преодолеть это ограничение. Для массивов, размещаемых статически, решение состоит в том, чтобы определить необходимые аргументы в момент создания массивов. Ну, к примеру, вариант вот такой. ID1, ID2, ID3. И дальше сделать вот так вот. Вот, равно, и ID1, точнее, вот, ID1, и то же самое, да, там 2 и 3. Вот так вот. Собираем, собираем, все работает. К сожалению, этот прием не годится для динамических массивов, для статических нормальцев, но для динамических нет. Более общий подход состоит в использовании массива указателей взамен массива объектов. Вот этот пример. То есть, мы создаем указатель на указатель, потом выделяем память для хранения 10 указателей, а потом инициализируем. То есть, вот здесь уже создаем объекты. Ну, здесь мы уже можем, к примеру, вычитывать это с файла, с по сети или откуда-то еще. И у этого примера подхода есть два недостатка. Во-первых, нужно не забыть удалить все объекты. Вот эти все 10 штук, которые мы выделим. То есть, все объекты, на которые указывают элементы массива. Иначе возникнет утечка памяти. Во-вторых, общее количество использованной памяти оказывается больше, потому что наряду с объектами Equipment, PIS, нужно также еще хранить указатели. Нерационального расхода памяти можно избежать, если сначала выделить для размещения массива область неструктурированной памяти, а затем использовать буферизированный оператор New для создания в памяти объектов вот этого вот типа. Вот этот пример. То есть, использование буферизированного оператора New. То есть, здесь мы выделяем неструктурированную область памяти, необходимую для размещения 10 объектов Equipment PIS. Дальше, вот здесь мы настраиваем указатель на эту область, чтобы его можно было рассматривать как массив вот этих вот объектов. Ну, а здесь мы берем адрес каждого элемента массива и конкретно на этот адрес, короче, выделяем, уже создаем объекты. Вот, вот таким образом тоже можно это делать. Но заметьте, что все еще нужно передавать аргумент в конструктор каждого объекта Equipment PIS. Этот прием, как и использование массива указателей, позволяет создать массив объектов без конструктора по умолчанию, но не позволяет обойтись без передачи аргументов конструктору. Такого способа вообще не существует. В противном случае, сама идея назначения конструкторов, гарантирующих инициализацию объектов, была бы скомпроментирована. У использования буферизированного оператора New есть и обратная сторона. Большинство программистов с ним вовсе не знакомы, из-за чего затруднена последующая поддержка. Но главный недостаток состоит в том, что во время жизни объектов в массиве истечет. Что, главный недостаток, что когда время жизни объектов в массиве истечет, необходимость вручную вызывать деструктора этих объектов, а опять же вручную освободить память. Область памяти вызвал оператор Delete. То есть, это нужно делать вот так. Пишем оператор Delete. И что это я сделал? И вот так вот. Row Memory. Что-то типа такого нужно сделать. Но это не совсем удобно, поэтому, поэтому, поэтому. Если забыть о данном требовании и использовать стандартный синтаксис удаления массива, то программа поведет себя непредсказуемо. Это вызвано тем, что операция удаления указателя, не инициализированного с помощью оператора New, не определена. То есть, если вы попробуете сделать что-то вот типа вот такого, то в данном случае операция не определена. Ну, давайте попробуем. Что произойдет? Ну, вроде бы ничего не произошло. Но это у меня ничего не произошло. И в дебаге, а у вас может что-то, да, произойти. Так, идем дальше. А дальше говорится о второй проблеме с классами, не имеющими конструктора по умолчанию. Это невозможность их использовать со многими контейнерными шаблонами классов. Это связано с тем, что часто требует иметь конструктор по умолчанию для параметра, с помощью которого генерируется шаблон. Это требование почти всегда вызвано тем, что внутри шаблона создается массив элементов типа параметра шаблона. Ну, например. И вот этот пример. Пример шаблона для класса Array. Вот он может выглядеть так. И вот здесь, в конструкторе, у нас вызывает конструктор T для каждого элемента массива. В большинстве случаев хорошо продуманная архитектура шаблона могла бы устранить необходимость в конструкторе по умолчанию. Например, стандартный шаблон Vector не требует, чтобы его параметр имел конструктор по умолчанию. К сожалению, архитектуру большинства шаблонов можно назвать какой угодно, только нехорошо продуманной. Из-за этого классы, не имеющие конструктора по умолчанию, оказываются несовместимы с большинством шаблонов. Конечно, когда все программисты на C++ овладеют навыками корректного создания шаблонов, данная проблема потеряет свое значение. Так вот, и что же, что же, что же Скотт Мэйерс говорит дальше? Он еще приводит последний аргумент. То есть последний аргумент в дилемме создавать или не создавать конструктор по умолчанию связан с виртуальными базовыми классами. С такими классами, если они не имеют конструктора по умолчанию, очень сложно работать. Аргументы для конструктора виртуального базового класса должны передаваться от самого последнего в иерархии наследующих классов. В результате, виртуальный базовый класс без конструктора по умолчанию требует, чтобы все наследующие от него классы, независимо от глубины наследования, знали об аргументах конструктора виртуального базового класса, не понимали их значения и обеспечивали их передачу при вызовах. Авторы производных классов не всегда помнят об этом и не всегда оценивают по достоинству данные требования. Из-за ограничений, налагаемых на использование классов, не имеющих конструктора по умолчанию, некоторые программисты считают, что во всех классах должны быть такие конструкторы, даже если сами конструкторы не обладают достаточной информацией для полной инициализации объекта. Ну, 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 например, сторонники подобной философии могли бы изменить вот этот вот код на что-то вот такое. Вот на что-то вот такое. То есть это статическая переменная, которой будет задано какое-то особое значение, если идентификационный номер не был указан. Ну, это может быть какое-то там значение 5 миллионов 555 тысяч, 555. Ну, я думаю, вы поняли. И теперь, конечно же, все у нас нормально. До этого у нас была ошибка, а сейчас вот ошибки, омч, к примеру, не будет. Так как у нас есть, как-то не будет, если будет. А, нам нужно, конечно же, проинициализировать еще вот это вот значение. Ну, пусть это будет минус 1. Вот так вот. Да. И все, теперь у нас ошибочки нет. Но такое поведение всегда усложняет реализацию других членов функций классов, поэтому нет гарантии, что поля объекта Equipment Peace были корректно проинициализированы. Зная, что существование вот такого объекта с незаполненным идентификационным номером, в данном случае вот по умолчанию будет присвоено, то есть, зная, что могут быть такие объекты, большинство членов функций должны будут проверять, заполнено ли это поле или нет. Ну, вот в данном случае ID. Давайте я изменю вот так вот. То есть, соответственно, большинство членов функций должны проверять, а не равно ли unspecified. Даже если поле будет пусто, им нужно будет каким-то образом обработать эту возникшую ситуацию. Зачастую не очень понятно, как это сделать, и многие выбирают решение, не отличающиеся оригинальностью. Либо генерируют исключения, либо вызывают функцию, которая завершает выполнение программы. Но такое неоправданное включение в класс конструктора по умолчанию явно не улучшает качество работы. И резюмирует Скотт Мэйерс. Включение бессмысленных конструкторов по умолчанию влияет также и на эффективность работы классов. Когда члены функции вынуждены проверять корректность инициализации полей, клиенты этих функций тратят на проверки немалое время. Код, который генерируется для проверок и код, обрабатывающий аварийные ситуации, также увеличивает размер программ и библиотек. Подобных расходов можно было бы избежать, если корректная инициализация полей достигается с помощью конструкторов. Но конструкторы по умолчанию часто не могут обеспечить этого. Поэтому их стоит включать в программы только по очень веским причинам. Такое ограничение, накладываемое на использование классов, гарантирует, что генерируемые ими функции будут корректно инициализированы и эффективно реализованы. Ну и что я могу добавить от себя? Так это да. Ну как да, а возможно и нет. Все зависит от задачи. Но в целом, мораль какая? Если вы не знали этого материала, то вы сейчас узнали. И теперь, в следующий раз, при проектировании класса подумайте, а нужен ли вообще конструктор по умолчанию? Может изначально сразу создать вот так вот, убрать это умолчание. Соответственно, мы сразу же получим ошибки. И вот в данном случае, вот здесь, ну какой смысл действительно создавать объект без идентификационного номера? Может тогда не надо его создавать? Вот и все. А если надо, то возможно потом, возможно здесь указатель, умный указатель. А может быть вообще не надо здесь умного указателя? Возможно, его где-то надо создавать, и когда мы получим такую ошибку, или вы перепроектируете немного свой код, и создадите где-то в другом месте, уже с конкретно там известным идентификатором, который вы можете прочитать из базы данных, из файла, и еще откуда-то, и откуда-то еще. Вот так вот. Поэтому, поэтому подумайте всегда, нужен ли конструктор по умолчанию или нет. Потому что действительно, кто-то другой может это разрабатывать. Ну вот смотрите, да, unspecified. Появляются у вас новые функции, открыты. И в каждой этой функции, чтобы корректно была работа, вам нужно проверять, а корректен ли этот ID или нет. Зачем себе сразу создавать куча проблем. Поэтому на сегодня все. Правила очень, совет точнее, очень, очень полезный, на мой взгляд. И следуйте им. Но отталкивайтесь от ваших задач. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.